Здравствуйте, с вами снова Андрей, и мы продолжаем играть у Павла Ракила, компанией последнего времени, за Алимскую экспедицию. Напоминаю, что в прошлой серии произошло у нас много интересных событий, выдана нам миссия на спасение Маласунте, чем он занимается в Италии, Велизарий. А одновременно в Северную Африку высадился экспедиционный корпус Узбротов, часть этого корпуса мы сумели разбить, но пока что основные силы его остаются нетронутыми, не надо сказать, что это для нас большая угроза, потому что они превышают почистницы нашего войска. Что ж, завершаем очередной ход и видим, что Узброты атакуют на этот раз не нас, а возрождают королевство вандалов, но в общем-то понятно, что Узброты решили помочь своими геноверцами. Ну что ж, в первую очередь нам, конечно, нужно разбить Узбротский экспедиционный корпус, пока вандалы не набрали сильную силу. Так, у нас растет Империя, конечно же нам это не сильно нужно. Так, и кстати, видите, у нас плачевная ситуация с деньгами, поэтому в Италии мы прокачиваем в хитрость, потому что нам просто необходимо снизить расход на содержание войск. Так, и идем мы к Реати, и как видите, здесь все очень сложно, потому что здесь у нас долина Тибра, переправа через Тибр у нас будет занимать достаточно длительное время, но вот придется действовать вот так. Надеюсь, что у Ост-Готов войска находятся далеко, и здесь не очень много стэков в окрестах. Ну, по крайней мере, знаете, три стэка они посылали в Африку, и то, что у них, так сказать, здесь должны быть дыры в обороне, это очевидно. Берем технологию на, так сказать, снижение содержания войск на 7%, опять же, мелочи приятны, нам надо каким-то образом вылезать из экономической ямы, в которой мы находимся, потому что на самом деле все очень сложно. Далее у нас следующий вопрос. Как я хочу действовать? Я хочу заманить Ост-Готский корпус к какому-нибудь городу, чтобы к нам на помощь пришел городской гарнизон. Идеальный был бы вариант Гиппон-Реги, как видите, там стоит еще византийская армия, но я боюсь, что они никуда не пойдут, потому что Ост-Готы тоже не игроки, и они не будут связываться с сражением, в котором у них нет шансов на победу. Соответственно, мы встаем рядом с Бу-Реги, и, да, вы знаете, что плохо? К сожалению, агентам нашим мы не можем сейчас добраться до Ост-Готов и посмотреть сбор информации, потому что тогда бы я знал, какие у них армии есть в Италии, но вот мы не успеваем это сделать. Вандалы, естественно, сразу объявляют нам войну, ну, кто бы сомневался, так сказать, здесь вопросов нет, и Ост-Готы клюют на нашу мазирку. Отлично, отлично. Начинаем бой. Нам противостоит некий скипуар. Честно говоря, не помню такого, так сказать, деятеля Ост-Готов, но ничего. Так сказать, это достаточно серьезный выначальник, уже третьего уровня. Так, у нас здесь карта, это переправа, но вставать на переправе я не собираюсь, потому что у нас есть союзники, и нам необходимо, чтобы они были задействованы в битве и понесли часть потерь за нас. Союзники, скорее всего, будут тупить, но на всякий случай, если вдруг они куда-то пойдут, нам необходимо построиться походное построение. Значит, я сейчас делаю так, что, так сказать, широкая цепь копейщиков у нас по центру, два-тряда копейщиков с большой глубиной построения у нас на флангах, чтобы они были несколько более маневренные, раз нам предстоит наступать, для нас это более оптимальный вариант, чем расцепить копейщики. Вот, так сказать, впереди, естественно, стрелки. Ну, все по стандарту, кавалерия на флангах, так сказать, и ан у нас будет находиться сзади. Вот, ждем и смотрим, что у нас будут делать наши союзнички. Горе союзнички, потому что, знаете, вакили, на самом деле, вот на чем надо работать, это над поведением союзников именно на тактической карте. Они даже, по-моему, на стратегической карте ведут себя умнее, чем на тактической. Вот, поэтому надо с этим что-то делать. Они реально тупят больше, чем оппоненты компьютерные. Не знаю почему, вроде как модель ИТО должна быть одинаковая. Ну, да ладно, посмотрим, что они будут делать. Потому что, в принципе, они будут просто здесь сейчас остаться и ничего не делать. Но нет, нет, вы знаете, у них тут есть какие-то, появляются стрелочки с приказами, да. Они куда-то идут, ну что ж, соответственно, мы будем перестраиваться и пусть эти ребята тогда выходят вперед. Вот, а мы будем уже, соответственно, второй линией, так сказать, может быть, мы сможем зафонговать противника, который втянется в битву с авангардными, так сказать, нашими союзниками. Я только за. Ну вот, опять же, к вопросу о том, как они тупят. Ну вот, посмотрите, на правом фланге отряд учеников. Вот куда он идет? Вот серьезно, куда он идет? Его никто не прикрывает, ничего. Так сказать, убивай, не хочу. Вот у противника сейчас кавалерия вылезет, так сказать, и все. И не закончится этот отряд учеников. Я не понимаю. Ну, да ладно. Наступление наше продолжается. Противник уже должен переправляться через реку. Ну, опять же, знаете, вот битва на переправах, они, конечно, в Риме втором и в Атиле, на самом деле, далеко не всегда оптимальное решение это оборонять переправу. Ну, здесь, как мне кажется, если мы стояли на переправе, может быть, эти ребята действительно пришли бы к нам в итоге на выручку, но, скорее всего, у нас бы тогда были бы уже очень большие потери и, соответственно, все было бы для нас очень плохо. Потому что противникам было бы локальное число и превосходство. И было бы сложно что-то с этим поделать, потому что... Плюс еще, как видите, здесь, почему я не встал на переправе, хотя здесь, как видите, переправа всего одна на этой карте, потому что неудачная форма берега, так сказать, если бы вывих реки был в противоположную сторону, может быть, я бы там и встал, потому что тогда бы фланги противника были открыты для наших учеников, а здесь нет, у нас выступ и будут проблемы. Так, уже ребятки послали в бой свою кавалерию, одну, без никого. Не, ну я, в принципе, тоже так делаю, но я ее микроконтролю постоянно, из-за этого она очень быстро подыхает. Не, ну, слабоку, все-таки отводит ее. Будем считать, что это был конный разъезд разведки. Опять же, какие-то непонятные смещения лучников происходят. Ну, посмотрим, посмотрим. Во что все это выльется. В общем, пока у нас происходит сближение армии, давайте, наверное, поговорим немножко о том, как в реальности развивалась компания Адвизария против Узготов, как она начиналась, какие были интересные события, по крайней мере, на ее начальном этапе, потому что византийско-гостские войны длились, на самом деле, очень долго, и о них мы будем говорить еще тоже, соответственно, долго. Ну, для того, чтобы перейти непосредственно к войне, наверное, надо помнить еще об одном очень интересном персонаже, который, знаете, он своего рода был таким раннесредневековым батькой Махно. Ну, действительно, очень любопытный персонаж, о котором известно значительно меньше, чем о том же самом Адвизарии, хотя вообще на самом деле у него была очень сложная и насыщенная жизнь. Звали этого человека Мунт, и был он сыном гиппитского короля. Значит, тут нужно понимать, что граница между королевством Остготов, которая находилась не только в Италии, но и занимала участие Лирика, с одной стороны, и в Восточной Римской империи, с другой стороны, она была не регламентирована, потому что в свое время не была окончательно регламентирована граница. Да, вот эти вот товарищи прекратили свое наступление, поэтому мы отступаем назад. Пусть все-таки они будут немножко выдвинуты вперед. Как говорится, только после вас. Только после вас. В любом случае, помощь от этих ребят будет очень сомнительной, если бы я сейчас так и остался. Они бы скорее стали расстреливать спину из лука. Ну, так вот. То есть, с одной стороны, была не регламентирована граница, а с другой стороны, к северу от границы с одной стороны узготского королевства, а с другой стороны в Византии находилось еще гипитское королевство, которое, в принципе, во многом оказалось, скажем так, на неких старых местах проживания готов, на которых готы обитали в те времена, когда они еще не начали свою экспансию в Италию, в частности. Ну, на самом деле, готы, как мы с вами помним, мигрировали очень долго, поэтому, так сказать, старое место обитания готов – это очень условная вещь. Но, тем не менее, как-то так. Вообще, гипиды, знаете, действовали в своем национальном репертуаре, потому что мы с вами помним, компания «Западный институт перь», я говорил об этом, что гипидов называли «отстающие». То есть, по легенде, когда, значит, несколько кораблей с готами прибыло, собственно, на, так сказать, южное побережье Балтийского моря и Скандинавии, да, то есть, когда только начиналась их великая миграция, так сказать, самым последним отстающим кораблем был как раз корабль гипидов. Их, собственно, так стали называть гипиды, то есть, отстающие. Здесь, в данном случае, они тоже отстали от передовых готов и остались на таких более старых, скажем так, землях. Ну, так вот, с этими самыми гипидами были достаточно сложные отношения, не вполне понятны и у Готов и у Восточной Римской империи, потому что вроде бы сначала говорил, то есть, даже исторические хроники, они очень туманно об этом говорят. То есть, где-то их называют союзниками в Восточной Римской империи, а где-то соперниками. Причем, у гипидов было две группы, которые демонстрировали тенденцию к объединению. Вот, значит, этот самый мунд, про который я говорил, был сыном гипидского короля, но, когда умер старый король, мунд был еще молод и, соответственно, в войти, заступить на свою должность он не мог. Точнее, как бы, может быть, и мог, но в любом случае подсуетились более ушлые родственники и, так сказать, в мунду пришлось сбежать, а королем гипидов стал Тразорик. Значит, дело все в том, что, ну, сбежав, сумел собрать достаточно большое войско из разбойников. Различных готов, гунов, гипидов. Ну, гуны тоже, некоторые из них оставались еще на этой территории, потому что, так сказать, после разгрома гуновского королевства прошло еще не так много времени. Вот. Гипиды, кстати, были в свое время верными союзниками гунов и гипидские лидеры были, так сказать, на положении самых верных и высокопоставленных советников по телу наряду с Ужготами. Вот. Короче говоря, этот самый мунд собрал войско бандитов. То есть, фактически, знаете, такие местные анархисты, которые действовали по принципу «бей белых, пока не прекраснеют, бей красных, пока не педелев». Как по этикам акту. Вот. Собирал он его, в том числе, например, из крестьян, что показывает то, что на самом деле процесс распада Римской империи все-таки был весьма болезненный. Несмотря на то, что это был длительный процесс, он был вызван целым рядом причин. Но говорить о том, что, знаете, все произошло мирно, как некоторые, так сказать, деятели очень любят рассказывать некоторые историки, что, ну, все как-то само собой развалилось, и все было замечательно. На самом деле все не было замечательно, потому что в каких-то областях все еще более-менее как-то обошлось, в той же самой Талии. Вот. Да и то, на самом деле, относительно, потому что там были достаточно серьезные войны. Выходим мы на правом фланге, то есть обыграли мы на правом фланге нашим противника, так сказать, вражеской конницы, влепилась в наших копеечков, а наша конница получила оперативный простор, соответственно. На одном фланге мы сражение выиграли, на другом сейчас будем смотреть. Там, в принципе, тоже за счет нашего некоторого преимущества кавалерии мы можем выиграть. Ну, в общем, смотрим, смотрим. Здесь у нас, по крайней мере, два отряда кавалерии, плюс есть отряд копееччиков. Перестраиваемся в ромб. Ромб, как я слышал, в Акиле это такое немножко имбовое построение, его лучше вообще всегда включать. Хотя, на самом деле, знаете, по принципу, слышал звон не зная где он, может быть, я и ошибаюсь, но в целом, в целом, ромб это хороший вид. Правда, она замедляет ваше передвижение наших колодий, это правда. Но потери вроде как снижаются при этом. Значит, далее, что касается Мунда. Значит, у Теодориха Великого, королева с Готов, были достаточно напряженные отношения с Гипидами. Опять же, было две их фракции, которые вроде как демонстрировали тенденцию к объединению. Это было опасно для королевства Уст-Готов. Ну, и, в общем, в итоге кончилось все тем, что Теодорих решил атаковать Гипидов. Значит, и как раз тут нарисовался этот самый Мунда со своей в атаке разбойник. Так я, собственно, что говорю, что в войске Мунда были крестьяне, это значит, что эти крестьяне разорились и вместо того, чтобы обрабатывать поля, пошли, собственно, воевать. Это очень хорошо показывает, что в лирике творился склонный беспредел. Вот. Так, эпично влетели друг в друга два отряда мечников. Сейчас посмотрим, посмотрим, насколько у нас все это будет нормально складываться. Ну, в принципе, конфигурация, конфигурация фронта относительно неплоха пока для нас. Центр как раз наиболее проблемную часть взяли на себя наши союзники. Это, в общем, они сделали хорошо, хотя и, по всей видимости, непроизвольно. Значит, как видите, лучников я переключил на тяжелые стрелы, чтобы они, соответственно, не носили... Поскольку здесь они уже стоят и совсем близко они находятся к вражеским войскам, я думаю, что вражеский просто будет проходить большой ром по войскам противника. Короче говоря, этот самый Мунт, так сказать, он вызвался помочь после того, как войска Теодориха разбили Египидов, он вызвался помочь и, возможно, именно он выступал неким подстрекателем налета на близлежащие земли Восточно-Римской империи. Вот. В частности, область Сирмии, где там рядом Сингидун, которые современны были играть, да? В итоге объединенные войска Ост-Готов и Мунта разбили войско Восточно-Римской империи, ну и вот эта провинция, она перешла под власть Теодориха. И вообще говоря, именно этот самый инцидент, он, который был как бы урегулирован впоследствии, да? Потому что Восточно-Римская империя стала строить Теодориху всевозможные поздние, в частности, и дипломатически. То есть, стал на него всех натравливать. В итоге Теодориху там тоже пришлось идти на некоторые уступки, но, так сказать, видимо, полностью территорию он не вернул. И, в общем-то, одним из казусбелей, помимо того, что Еснян встал за омолосунку формально, да, было как раз вот этот вот не совсем решенный территориальный спор в лирике. Самое веселое произошло дальше. О, вражеский полководец мертв, отлично. Так, надо обязательно сейчас гонять вражеских предметателей, чтобы они не стали атаковать нашу садника. Иначе мы сейчас в лирике теряем. Надо их обязательно гонять. Вот. Самое интересное произошло дальше. Этот самый Мунт, он некоторое время работал на Теодориху. Но, когда Теодорих скончался, оставаться на службе Узготов, Мунт не пожелал. Вот. Он взял и перешел внезапно на службу Восточной Римской империи. Вот. То есть, он написал письмо Есняну, что, ну, так и так, хочу вас служить. Ну, и, по всей видимости, Есняну не было большого выбора, так сказать. Может быть, Мунт зарекомендовался более-менее талантливым руководцем. И он его принял на службу. В итоге, впоследствии, Мунт, к примеру, принимал вместе с Велизарием участие в подавлении Прессалутого восстания Мика, о котором я говорил. Ну, а на момент описываемых событий, узготы уже разбегаются. У нас тут осталось нанести хороший удар кавалерии из тыла. То есть, фланги противника разбиты. Ну, и центр сейчас тоже упадет. Вот, в принципе, битва вполне себе неплохо прошла. Собственно, Мунт на момент наших описываемых событий, он находился в Велирике и был начальником византийской армии. То есть, он фактически был ответственным за второй фронт. То есть, первый фронт – это Велизарий, который наступал в Слуга. Второй фронт – это Мунт. Про Мунту я рекомендую вам, так сказать, запомнить этого персонажа, потому что именно с ним были связаны некоторые очень серьезные дипломатические последствия в дальнейшем. Вот. Значит, как развивалась компания Велизария против Велизариев? Ну, во-первых, он, естественно, какая первая цель при нападении на Италии и Северной Африки, естественно, как во Вторую мировую войну, точно так же поступал в Велизарий. Это Сицилия. Отличная победа. Сейчас мы добьем этих ребяток и продолжим. Что ж, завершаем битву. Тяжелая победа. Да, в нашей потере совокупны порядка 700 человек, у этих 200, то есть это полный разгром. Вот, ну что ж, Велизарий высадился в Сицилию, и надо сказать, что захватил Сицилию очень легко и быстро. Единственный город, который оказал какое-то сопротивление Велизарию, это Палермо современное. Тогда он назывался немножко по-другому. Так, Велизарий тем временем атакует, я, естественно, отступаю. Отступаю, и противник меня не достает. Но! Ага, интересно. А защищать Амуласунту, точнее, тюрьму Амуласунты вызвался сам король Узбилет Аптиадахад. Ребята, про Аптиадахада мы сейчас поговорим. Так, противник погиб в битве. Опаньки! Это что за фигня? Слушайте! Тут это реализовано? Ребята, это круто, я вам скажу. Это круто. Мне нравится эта кампания, я вам скажу. Так, просьба Антонина самоцвета. Та-та-та-та-та-та-та-та. Обратите внимание, как у нас изменилась карта. В общем, то, что у нас есть, это пресловутое похолодание 535 года, про которое я рассказывал в прохождении Западной Римской империи. То есть, это самое резкое похолодание чуть ли не за всю историю человечества. Неизвестно, чем оно было вызвано, но, по-моему, то, что сделано здесь, это извержение вулканов. То есть, по одной из версий, это было извержение вулканов в районе Зонских островов, то есть, Кракатау и прочее безобразие. Потому что он достаточно давно активен. Так, что ж, у нас сейчас предстоит, собственно говоря, битва за освобождение Молосунты, битва непосредственно с Тядахадом. Ну и, так вот, я вот не говорил про Палермо. Собственно, как его взял Велизарий, значит, у Палермо были довольно мощные укрепления, но в гавань зашел флот под командованием Велизария, да, и, значит, привязали, чтобы лучников как-то поднять, привязали к мачным кораблей шлюпки, то ли спасательные какие-то, то ли просто какие-то мелкие лодки, которые были при себе. В общем, короче говоря, использовали их как гондолы, в которых сидели лучники, кстати, ребят, красиво, блин. Смотрите, с неба падает пепел, вулканический. Круто сделали, круто сделали. Мне вот просто, посмотрите на это. Блин, эпик, эпик, просто самый натуральный эпик. Меня радует. Ну так вот, короче говоря, после этого обстрела Палермо был взят, ну и у сготов началась паника. Я извиняюсь, что я сегодня как-то немножко сумбурно рассказываю, но вот что-то, что-то не совсем у меня хорошо получается. Значит, теперь надо немножко оглянуться на ситуацию в Узгоском королевстве, которая сложилась. Значит, я напоминаю, что исходно на момент старта нашей кампании у сготов Регенши была омолосунта при своем сыне Атолариха. Атолариха уже входил в возраст, в котором можно править. Но есть некоторые события, которые помешали ему это сделать, а именно, так сказать, он связался с некой компанией оппозиционных Готов, которые, ну, по сообщению тогдашних историков, они, в общем, его приобщили к какому-то распутному образу жизни, от которого он и помер. И как раз, когда он помер, омолосунту не заложили с престола. Готская знать заставила ее отказаться от престола. Значит, на самом деле, что это был за распутанный образ жизни, мы не знаем, то есть, может быть, его вообще отравили. А может быть, он просто упился в усмерть, или там, не знаю, какое-нибудь смертейное венерическое заболевание подхватил. Это я вам сказать не могу. Это может быть... Я вообще не уверен, что кто-то даже из специалистов по этому периоду это знает точно. Главное в том, что Атуларих помер, а Малосунту вынудили отречься от Регенства. Однако, значит, соответственно, королем стал ее двоюродный брат Теодахат. Теодахат, вы знаете, это такой персонаж, если Мунт был раннесредневековым батькой Махно, то Теодахат это раннесредневековый Янукович. В общем, это был такой, ну, очень властолюбивый, но одновременно трусливый, жадный, тупой, и, ну, совершенно бездарный правитель. Так вопрос о том, что, так сказать, вроде как у римляна правители все были какие-то не такие, да, а у варвара, значит, они все были доблестами. Ничего подобного. Вот это типичный пример правителя варвара, который был, ну, просто полным дерьмом. По-другому его характеризовать очень сложно. Значит, во-первых, начал он свое правление с того, что предал Муласун. Дело в том, что он пошел с ней на сговор, и когда она отрекалась от престола, у них было заключено тайное соглашение с Теодахатом, что Теодахат становится формальным королем, а реально правит на Муласун-то. Но как только, так сказать, состоялась коронация, Теодахат благополучно предал Муласун-то, бросил ее в крему. Во, значит, это первое. Однако, когда пробежал Велизарий на Сицилию, да, и Сицилия была очень быстро захвачена, а в Иллирике развернул наступление Мун, значит, этот Теодахат перепугался страшно. Значит, и сразу стал вести переговоры о мире, и фактически он был готов сдать все, то есть полностью сдать королевство. Там, может быть, там были разные варианты. Соглашался фактически стать федератом, вернулся в статус федерата Восточной Римской империи. А по некоторым сообщениям он вообще просто хотел, так сказать, получить гарантии, что он сможет беспрепятственно приехать в Константинополь, так сказать, стать там сенатором и жить припеваючи. А Италию он просто отдает Восточной Римской империи. Короче говоря, в данном случае он уже предал Готскую знать, которая хотела, соответственно, противостояние с Римой. По крайней мере, ту группу этой самой знати, которая фактически способствовала его возвышению. Значит, так сказать, в принципе, переговоры развивались, и вполне возможно, что королевство Узготов просто капитулировало, но тут произошло два события. Во-первых, в Карфагене восстали части византийской армии. Значит, ну, то ли там им вовремя зарплату не подвезли, жалование, то ли еще что-то, это я точно не скажу. Вот. А второе событие как раз было связано с тем самым Мундом, о котором мы говорили. Дело в том, что в одном из сражений он участвовал вместе со своим сыном. В общем, сын там попал в переплет, Мунд побежал, в общем, с отрядом телохранителей его возволять, в итоге погибли и сын, и сам Мунд. В общем, кончилось это все полным разгромом, оставшимся без управления в Занкийской армии. Вот. И вот эти два обстоятельства, то есть восстание с одной стороны и разгромом армии Мунда, они, так сказать, послужили тому, что Теодахат начал на переговорах вести себя очень-очень нагло. Переговоры со стороны Византии ввел тоже достаточно интересный персонаж по имени Петр Патрики. На самом деле, именно с этим человеком связывают, возможно, то, что он спровоцировал убийство Амаласунта. Дело все в том, что Петр Патрики мог работать на Феодору, которая, опять же, по озвученным, ну, по будущей серии причинам, не желала, чтобы Амаласунта выжила и сближалась с Юсням. Так что тут все-таки тоже очень-очень сложные запутания. В итоге этот самый Петр Патрики был брошен в тюрьму и просидел в ней 4 года, пока его не освободили в Занкийские войска. То есть он был брошен в тюрьму. Вот. Короче говоря, на переговорах Теодахат стал вести себя предельно нагло, ну и война продолжилась. Тем временем Белизарий, так сказать, стал активно наступать, высадился уже в Южную Италию. Ну и на самом деле сопротивление Готов было достаточно неорганизованным. Сам Теодахат, так сказать, который предал уже всех, кого только можно и не по разу, вот, он оказался весьма посредством военачальником, ничего, собственно, сделать не смог, сам сидел в Риме, так сказать, на место боевых действий он выезжать не собирался, вот, так сказать, и не совсем понятно, на что он рассчитывал. В итоге кончилось тем, что Южная Готовская Армия просто-напросто пришла на сторону Восточной Руниской империи, вот, и никакого сопротивления на южных провинциях Италии, ну, скажем так, на носки и каблуке прошу прощения, итальянского сапога Велизарию вообще только мы не встретил. Значит, серьезное сражение произошло под Неаполем, потому что пришлось выдерживать осаду Неаполя в Велизарию, так сказать, опять же, были серьезные укрепления, но Велизарий воспользовался пошел на войну и хитрость, собственно, использовал блин, что ж такое? Использовал в качестве некого такого, знаете, как импровизированного подкопа заброшенный водопровод. То есть, через этот самый водопровод солдаты проникли в город и еще не были там резюме. Кстати, сам факт, что водопровод был заброшен, тоже уже свидетельствует о том, что в Италии дела в этот период шли очень хреново. То есть, водопровод уже не использовался. нет. Притом, что это был один из крупнейших городов Италии. Вот. Ну и, собственно говоря, кончилось это все для Теодахара так, как и должно было кончиться, потому что это было полное чмо. И, собственно говоря, в итоге сами узготы уже решили, что нам такой король нафиг не нужен. Подняли на счет некого Витегеса, человека не самого образованного, но, так сказать, неплохого воина, так сказать. И в итоге Витегес подослал Теодахару убийцу, ну и, собственно, на этом не самая хорошая жизнь Теодахара, которую под конец жизни презирали все, буквально, в сторону конфликта, она и закончилась. В общем, это вот так и закончился, пожалуй, первый этап войны. Так, тем временем у нас мы штурмуем город, у нас единственное, что на правом фланге, честно говоря, маловато это до войск отправил, но мы сейчас заходим противнику в тыл, пошлем, наверное, сейчас Велизария, не знаю, нет, мы все-таки не будем пока посылать на Теодахар, мы давайте здесь с тыл атакуем, чтобы разбить товарища, потому что у нас на правом фланге сражается наша конница, в частности Тагмата, и вы знаете, она весьма неплохо себя показывает, по той простой причине, что она, походу, очень бронированная, я напоминаю, что в последнем патче увеличили хп, точнее, укунился, поэтому отлично, здесь ребятки разбиты, ну и что ж, атакуем, атакуем Теодахар, последний оплот сопротивления противника, серьезно, еще предпоследний, ну и здесь тоже можно, сейчас перебьем здесь лучников, тоже выходим противникам, с тыл, можно будет просто разобрать место, ну и собственно, что я хотел еще сказать, в комментариях еще просили немножко рассказать про берберов, кстати говоря, ну на самом деле, много я про них не расскажу, ну я кое-что про мавров, берберы, мавры практически, они тоже, так сказать, кое-что я рассказывал в серии прохождения Западной Юнской империи, которая так и называется, мавры, ну что можно еще добавить, во-первых, то, что, во-первых, современные берберы, это уже немножко не те люди, как те, что были в тот пример, времени, который мы рассматриваем, потому что уже через несколько веков после того, как эта область стала исламской, во Северную Африку было произведено очень крупное переселение лиц саравийского хвоста, вот, поэтому на самом деле сложно сказать, что из себя представляли аутентичные берберы, но с другой стороны, ну можно сказать, что они из себя представляли в религиозном плане, дело в том, что, ну, общей такой религии среди берберов не было, были приверженцы традиционных верований, были католики, так сказать, наверное, были иориане в некотором количестве, но больше всего, как я понимаю, было донатистов, так называемых, донатизм, это еще одна ересь в христианстве, которая в итоге не вымерла, вот, но это очень древняя ересь, даже более древняя, чем иорианство, она тоже была названа, как иорианство, по, так сказать, можно сказать, основателя, да, донат или донат, короче говоря, донатеры, злобные донатеры, ну, в чем заключалась эта ересь, дело в том, что появилась она тогда, когда некоторые крестьянские священники при угонении на крестьянство в Римской империи, они пошли на сотрудничество с властями, ну, и, в общем, скажем так, у донатистов считается, что одно из главных, так сказать, условатых их, так сказать, учения, это то, что, если священник сам ведет неправильный образ жизни, он, значит, все христианские обряды, которые он совершает, они недействительные, более того, они становятся недействительными, если священник даже не грешил до того, как он провел у тебя обряд, но согрешил после этого, вот, поэтому, в общем, такая довольно радикальная ересь, но, так сказать, вот среди берберов она была весьма распространена, а так, ну, как бы, жители Северной Сахары, Туареги, так сказать, кочевая там, ну, в принципе, опять же, начали разводить верблюдов, как я говорю, поскольку это достаточно здорово способствует укреплению их военной силы, а тем временем, Теодахат убит, ну, собственно, туда ему дорогой, надо сказать, что в игре он проявил себя значительно более героически, чем в реальной жизни, потому что он, в общем-то, меньшими силами взбежит против нашего лидера, так сказать, два лидера фракции столкнулись, ну, и Теодахат погиб неполучно, добиваемого, у нас тут в этом городе просто кровавая резня, но у нас, на самом деле, была достаточно хорошая исходная позиция для штурма города, потому что, так сказать, у нас было, первых, три отряда превенторов, кстати, один не потеряли, к сожалению, вот, хотя посмотрим, может, он уцелел, потому что бежал, думаю, вряд ли, это была страшная резня, вот, то, что город у противника растянут, ну, и то, что дышек мало, но, тем не менее, тем не менее, это штурм города, и соотношение потерь, кстати, очень неплохое, двукратное, в нашу пользу, вот, с холла у противника очень много набило, но с холла это очень крутая конница, по крайней мере, у меня остается такое мнение, что она ничем не хуже, тагмат, ну, и, наверное, на этом серию мы завершим, убили мы короля Ост Готов, и, по идее, спасли Амаласунку, ну, честно говоря, пока нам что-то никакого события не вылезло, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее, с вами был Андрей, всем пока.